Смотри, какая кровать. Хозяин тут спал, наверное. Видал? Все маленькие лежали. Что, кровать маленькая? Да. Ну, это нормально. В те времена, кстати, многие думают, есть такое заблуждение, что кровати были такие короткие, потому что люди были, мол, маленькие, знаешь. Но нет, в принципе, смотри, это 18 век, скорее всего, или начало даже 19-го. Тогда люди уже были, ну, вполне себе нормального роста. Нет, потому что спали полусидя, то есть вот в таком положении, в таком полулежачем, полусидячем. Причем не очень удобно, да. Но сегодня, по нашим меркам, хотя практически все средневековье, все и все новое время, вплоть до середины 19-го века так спали. Там есть некоторые разные причины. Есть суеверия, знаешь, например, считалось, что если ты спишь полностью ровно прямо, как, в принципе, мы сегодня спим, и как спали, например, в античное время, в Древнем Риме и так далее, всегда люди спали ровно. Считалось, что это поза покойника, что, мол, тебя заберет, знаешь, там, дьявол, мол, ты уже готов, все, забирай. Есть другая версия, более научная, что считалось, что таким образом риск такого кровоизлияния в мозг гораздо ниже, там, что инсульт у тебя не случится и так далее. Или если ты нажрался жирной пищи, а раньше ели прям по-серьезски, знаешь, чтобы суровые зимы там пережить, как-то калории набрать и так далее. И все это переваривать чуть легче, когда ты в таком немного полусидячем положении. Женщины, например, прически таким образом сохраняли. Если полусидячим ты там прическу делала несколько часов, может, с этим многим сегодня девушкам полезно будет. А может, многие так и делают сегодня? Надо узнать, да. Разные вот такие причины, но прикол именно в балдахине здесь еще. То есть то, что она короткая, это нормально. Мы, в принципе, спим ровно, всего лишь последние, ну, 150, где-то 170 лет на самом деле. Балдахин – очень важная вещь, потому что раньше всегда были в старых домах, в средние века, и не только в средние века, как видите. Проблема была в том, что крыши всегда были неплотные. Они протекали постоянно, то есть отремонтировать крышу – это очень дорого, и не каждый мог себе это позволить. Гораздо проще и дешевле было позволить себе дорогую крутую кровать с балдахином, которая защищала тебя от всякой пакости, которая пробиралась через крышу с улицы и на тебя падала. Там, ну, в основном, это насекомые всякие. То есть, например, спишь, спишь вот так вот, и тебя раз так прыгнуло. А ты, мало того, что ладно, там покушал, так ты и задохнуться мог во сне. Знаешь, тоже одна из причин очень важных. И поэтому люди, в принципе, спать люди боялись. Нужно осознавать, что сон, тем более в средние века, это было что-то опасное. Люди не всегда знали вообще, вернуться ли они ото сна. Вот, ну вот, нам это все сегодня незнакомо. Знаешь, что это такое? Знаю, конечно. Что это такое? Северная звезда. Северная звезда? Ветер северный, да? Не-не, я тебе по-пацански объясню нормально. Присядь. Присядь, короче. Смотри, такая тема. Это так называемая роза ветров. Или виндроза, как говорят немцы. То же самое. Она, это, по сути, географический термин. То есть она, это такой шаблон для демонстрации режима ветра в разных регионах. В общем-то, это, по сути, сугубо научная история. Но со временем это стало символом мореплавателей. Таких ребят, которые ищут попутный ветер. Таких, которые ищут приключения, знаешь. И они везде ставили такие символы, мол, я бывший моряк, я знаю жизнь, я путешествовал, я искал свою гавань, свою судьбу, я такой странник по жизни, бродяга. Ну, типа в таком контексте. И люди, связанные как-то с этим, такие настоящие мужики, они часто изображали. То есть это стало более таким символом приключений. Ну, а потом это переросло, сам знаешь во что. В наши, наши пацанские зэковские звезды, которые себя накалывают. Причем, мне вот интересно, зэки с нами, наверное, не знают, откуда это произошло. Они знают, что это такая, типа, воровская звезда и прочее. Но откуда пошла, не знают. Но связь именно эта, что я настоящий мужик. Я ищу приключения, я ищу попутный ветер, знаешь. Я такой, вот, бродяга, странник и так далее. Так что, судя по всему, здесь, на этих нарах, кто-то серьезный спал, почивал, так как говорится, в этой хате. Как тебе хата? Нормально же? Какой-то уважаемый, уважаемый человек здесь спал. Погнали.